Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Начинаем очередную неповторимую программу. Каждый раз замираю, что же нам приготовили. Надеюсь, вам тоже интересно. Тогда выдохнули и ждем анонса. Анонс, шифровка. Лео и компания. Не путать с конфетами. Как звучит весна? Весна красна звучит журчанием ручьев. А еще и пением птиц. Ты куда торопишься? Это какой анонс? Третий. А как же Лео и компания? Прошу прощения. Но просто весной хочется говорить о весне. О подснежниках, редиске и черемше. Очень понимаю. Но порядок превыше всего. Первый анонс. Лео и компания. Коты и мыши. Какие? Как какие? Ты что в детстве делала? Книги читала. Все же должны знать мультик о коте, которого донимали две нахальные мыши. Упитанная и не очень. А, Леопольд что ли? Точно. Прости нас. Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. А может это Лев? Лев Лещенко. Или Лев, который царь зверей. А звери и есть компания. Вернемся лучше к мультикам. Есть такой Тики Лео. Про тигра и леопарда. Смотрела? Нет. Мне кажется, речь идет все-таки о семействе кошачьих. Дикие кошки, например. Они рычат и кусаются. Леонардо да Винчи. Микеланджело Буонаротти. Рафаэль Санти. Триада великих мастеров эпохи Возрождения. Уверен, вам знакомы их работы. Но если нет, мы это исправим. Леонардо да Винчи. Универсальный человек. За свою жизнь он успел многое. Живопись, скульптура, архитектура, анатомия, инженерия, литература, философия, поэзия, музыка. Все это охватил в своем творчестве гениальный да Винчи. Крещение Христа. Благовещение. Мадонна с вазой. Мадонна с цветком. Джоконда. Его картины завораживают. Но Леонардо да Винчи поражает и своими научными интересами. Он изучал полеты, планирование птиц, строение их крыльев, создал летательные аппараты с разными принципами работы, придумал парашют, модель спирального пропеллера и другие уникальные для своего времени устройства. Кроме того, Леонардо изучал анатомию и архитектуру. Открыл ботанику как самостоятельную дисциплину. Леонардо внес огромный вклад в инженерию и гидравлику. Изобрел велосипед, колесцовый замок, прожектор, катапульту и многое другое. Изобрел и описал прибор для подводного погружения, дыхательный аппарат для подводного плавания. Первым объяснил, почему небо синее. Наблюдая за Луной, да Винчи пришел к одному из важных научных открытий. Он установил, что солнечный свет отражается от Земли и возвращается к Луне в виде вторичной подсветки. Интересы его были безграничны. И потому он вошел в историю как человек, который успел за жизнь сделать столько, сколько не под силу десятку людей. Микеланджело Буонаротти – итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт и мыслитель эпохи Возрождения. Гордый, амбициозный, беспокойный, вспыльчивый, но все свои эмоции он вкладывал в творчество. В прекрасные фрески и невероятной красоты скульптуры, выполненные из камня. Работу над ними он всегда начинал с зарисовок общей композиции и отдельных деталей. После мастер лепил из воска или глины небольшие эскизы – бацетти. Его главный шедевр – более чем пятиметровая статуя Давида. Был высечен из огромного куска мрамора по восковой модели не больше 30 сантиметров. На это ушло 4 года. Сегодня эта скульптура хранится в Академии изящных искусств во Флоренции. А над сводом Сикстинской капеллы он работал 4 года, причем без предварительных эскизов, храня всю картину в целом и ее отдельные части в голове. За время работы он не впускал в помещение никого, даже папу римского. Все выполнял сам, без помощников. На такое способен только гений. Рафаэль Санти – итальянский живописец, рисовальщик и архитектор эпохи Возрождения и неоклассицизма. Рисовал фрески, картины, создавал гравюры и даже писал стихи. Его работы восхищают простотой композиции и воплощением идеала человеческого величия и красоты. Сикстинская Мадонна – одно из самых узнаваемых в истории искусств произведения. Многие строения в Риме созданы по его проектам. Многому он научился и у Леонардо да Винчи, беря за основу его методы рисования. Анатомию, динамику персонажей, которая не дает зрителю так быстро отвести взгляд, заставляя рассматривать произведение часами. Леонардо да Винчи Назвать его Лео у меня язык не повернется, вот поэтому я о нем не думал. Совершенно с тобой согласна. Великие люди, а нюх только с почтением. Анонс второй. Не путать с конфетами. Вообще-то с конфетами я ничего не перепутаю. У меня хороший нюх. Абоняние? Ну да, я сладкое, особенно шоколад. Еще за поворотом чувствую. А если речь идет об имитации конфет? Из пластика или стекла. И те, у кого нюх нет. Абоняние? Абоняние не как у тебя, могут и надкусить. Слушайте, эксперта. Конфеты нужно брать только в проверенных местах, где нет подделок. Всегда читайте состав и не берите их из рук у малознакомых или незнакомых людей. И тогда все с вами будет в порядке. Ну, если, конечно, их есть в меру. А анонс мы так и не разгадали. Черный бриллиант, белый алмаз, подземный король. Нет-нет, мы не перечисляем драгоценные камни. Это все о грибах. Этот король – трюфель. Гриб-трюфель – самый дорогой гриб и деликатес на планете. Растет под землей. Частенько ищут его в лесу, как на охоте с собаками. И вообще, кулинарный бриллиант окутан множеством тайн. Трюфель – самый загадочный гриб в мире. Он прячется от людских глаз. Ученые до сих пор спорят, сколько у этого сумчатого гриба видов. Одни говорят 70, другие 100. Сошлись в одном. Трюфели бывают как съедобные, так и несъедобные. Если мы говорим о трюфелях, по которым вздыхают шеф-повара, то они бывают белые и черные. Размер зависит от возраста и может быть и как орешек, и как крупная картофелина, или даже свекла. Диаметр бывает от 1 до 20 сантиметров. Вес в пределах от 5 до 1500 граммов. Да, такое возможно. Подземный гриб может весить 1,5 килограмма. Как пахнет трюфель? Представьте запах осеннего леса, когда листья опали, намокли от дождей. И добавьте к этому запаху аромат жареных грецких орехов. Самый мощный аромат у грибов, которые растут под дубами. Да, жизнь кумира гурманов проходит под землей. Трюфели растут на глубине до 30 сантиметров. Редко когда они показываются наружу. Такое случается со старыми крупными экземплярами. Трюфель-несамостоятельный гриб питается за счет прилегающих деревьев. Прилипая к корням, он потребляет у более сильных соседей углеводы. Но он не эгоистичен и щедро благодарит за помощь. Делится водой и защищает деревья от микробов. Большинство подземных бриллиантов черной масти выбирают в соседей лещину, дуб, бук, граб. Белым больше по душе березы, боярышник, вязы, липы, тополи, рябины, ивы. Как отыскать трюфель, если он полностью погружен в землю? Трифалау. Профессиональный собиратель трюфелей. На поиски идет со специально обученной собакой. Животное обнаруживает гриб по специфическому запаху, который способно учуять на расстоянии 20 метров. Таких собак используют в Италии, Франции, Польше и других странах. Есть еще один способ заменить собак обычными свиньями. Свинья тоже идет на трюфель, только в отличие от собаки, она не просто выроет ценный гриб, а может его и съесть. Сейчас трюфели пытаются выращивать на плантациях. Считается, что трюфелеводство – одна из самых неспешных отраслей сельского хозяйства. Первый урожай может проклюнуться через 10 лет. Трюфели капризны, ранимы от перепадов в погоде, поэтому в естественной среде их осталось немного. Зато трюфельные фермы, выращивая их искусственно, успешно работают по всей планете – Китай, Северная Америка, Новая Зеландия и даже Австралия. А я бы не променял шоколадный трюфель на трюфель. Я тоже. Но мы не отрицаем другие точки зрения. Они тоже имеют свое право на существование. Наконец-то мы добрались до финала. Почти до финала. Третий анонс – «Как звучит весна?» Придется опять повторять эти версии. Это ручейки, это пение птиц, а еще грачи прилетели. Заметили? Да. А еще это шум соседской стройки. Ведь все же начинают весной что-то ремонтировать. Вот у нас в Террасполе, в районе Балка, дорогу чинят, экскаваторы шумят. А еще на улице много гуляющих. И гуляют они не молча. Шуму много. Так звучит весна. И лето, и осень. Ну ладно, давай смотреть. КОНЕЦ Камерный оркестр «Дивертисмент». Прежде чем я вам расскажу о нем, предлагаю обратиться к значению слова «дивертисмент». Заглянем в словарь. Дивертисмент – театральное представление из различных эстрадных номеров в дополнение к главному представлению. Так звучит оно из определений этого слова. Нет, сегодня мы поговорим не о театре. Тогда, может, второе? «Дивертисмент» – балетный спектакль, состоящий из отдельных номеров. Тоже не подходит. Попробуем третье. Музыкальные сочинения, составленные из нескольких небольших, легко обработанных пьес для одного или нескольких инструментов. Ближе. А вот руководитель оркестра Илья Иов считает, что главное в понятии – это чтобы оно было нескучным. И потому камерному оркестру «Дивертисмент» не чуждый юмор, ирония и эксперимент. Классические концерты, совместные проекты с известными артистами, авторские абонементы и даже современные опыты с электроникой и перформансом. Все это можно увидеть на их концертах. Москва и Петербург – эти два города, а точнее их музыкальные традиции, слились воедино и зазвучали. Послушаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Да, жанры рэп, поп и рок для весны не подходят. Только классика – красивая, чистая, звучная музыка. Пусть она звучит внутри вас даже после титров нашей программы. А с вами были ведущие... Ира. И Артем. Смотрите нас в эфире и на Ютубе. А нам пора туда, где весна. Присоединяйтесь. До встречи. Пока. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»